Глава 15. В восемь часов Кутузов выехал верхом к Працу. Впереди четвертой Милорадочевской колонны, той, которая должна была занять места колонн Пржебышевского и Лонжерона, спустившихся уже вниз. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Прац, он остановился. Князь Андрей в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно-спокойным, каким бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона или его Аркольского моста. Как это случится, он не знал, но он твердо был уверен, что это будет. Местность и положение наших войск были ему известны. Насколько они могли быть известны кому-нибудь из нашей армии. Его собственный стратегический план, который, очевидно, теперь и думать нечего было привести в исполнение, был им забыт. Теперь уже, входя в план Вейротора, князь Андрей обдумывал, могущие произойти случайности, и делал новые соображения, такие, в которых могли бы потребоваться его быстрота соображения и решительность. Налево внизу, в тумане, слышалась перестрелка между невидимыми войсками. Там, казалось, князю Андрею сосредоточится сражение. Там встретятся препятствия. «И туда-то я буду послан», — думал он, — «с бригады или дивизии, и там-то со знаменем в руке я пойду вперед и сломлю все, что будет предо мной». Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходящих батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось, может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск. Ночной туман к утру оставил на высотах только имей, переходивший в росу. В лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, и направо огромный шар солнца. Впереди, далеко на том берегу туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия, и виднелось что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами, и изредка блестевшие штыками. Налево за деревней такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Главнокомандующий стоял на выезде деревни, пропуская мимо себя войска. Кутузов в это утро казался изнуренным и раздражительным. Шедшая мимо его пехота остановилась без приказания, очевидно потому, что впереди что-нибудь задержало ее. — Да скажите же, наконец, что вы строились в батальонной колонной и шли в обход деревни, — сердито сказал Кутузов подъехавшему генералу. — Как же вы не понимаете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефиле улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля. — Я предполагал построиться за деревней, ваше высокопревосходительство, — отвечал генерал. Кутузов желчно засмеялся. — Хороши вы будете, развертывая фронт ввиду неприятеля. — Очень хороши. — Неприятель еще далеко ваше высокопревосходительство. — По диспозиции... — Диспозиция! — желчно вскрикнул Кутузов. — А это вам кто сказал? Извольте делать, что вам приказывают. — Слушаюсь. — Ну, любезный, — сказал шептом князю Андрею Несвицкий. — Старик сильно не в духе. К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем на шляпе, в белом мундире и спросил от имени императора, выступила ли в дело четвертая колонна. Кутузов, не отвечая ему, отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Увидав Балконского, Кутузов смягчил зло и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что его адъютант не был виноват в том, что делалось. И, не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Балконскому. — Вступайте, мой милый, посмотрите, прошла ли третья дивизия через деревню, велите ей остановиться и ждать моего приказания. Только что князь Андрей отъехал, он остановил его. — И спросите, поставлены ли застрельщики? — прибавил он. — Что делают? Что делают? — проговорил он про себя, все не отвечая австрийцу. Князь Андрей поскакал исполнять поручения. Обогнав все шедшие впереди батальоны, он остановил третью дивизию и убедился, что действительно впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Полковой командир бывшего впереди полка был очень удивлен переданным ему от главнокомандующего приказанием рассыпать стрелков. Полковой командир стоял тут в полной уверенности, что впереди его есть еще войска, и что неприятель не может быть ближе десяти верст. Действительно, впереди ничего не было видно, кроме пустынной местности, склоняющейся вперед и засланной густым туманом. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущение, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли ружьи к ноге. — Хорошо, хорошо, — сказал он к князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились. — Еще успеем, ваше превосходительство, — сквозь зевоту проговорил Кутузов. — Успеем, — проговорил он. В это время позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал несколько в сторону и, сморщившись, оглянулся. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом, впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном на рыжеинглизированной лошади, другой в белом мундире на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал смирно стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему. Неприятные впечатления, только как остатки тумана на ясном небе пробежало по молодому и счастливому лицу императора, исчезло. Он был после нездоровья несколько худее в этот день, чем на Ольмецком поле, где его в первый раз за границей видел Балконский. Но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающие выражения благодушной невинной молодости. На Ольмецком смотру он был величавей. Здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько разрумянился, проглопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Чертарижский и Новосильцев, и князь Волконский, и Строганов, и другие, все богато одетые, веселые и молодые люди на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились позади государя. Император Франц, румяный, длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. Он подозвал одного из своих белых адъютантов и спросил что-то. «Верно, в котором часу они выехали?» – подумал князь Андрей, наблюдая своего старого знакомого, с улыбкой которой он не мог удержать, вспоминая свою аудиенцию. В свите императоров были отобраны молодцы-ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейтерами в расшитых попонах красивые запасные царские лошади. Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату. Так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи. «Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович?» – поспешно обратился император Александр к кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца. «Я поджидаю, ваше величество!» – отвечал кутузов, почтительно наклоняясь вперед. Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал. «Поджидаю, ваше величество!» – повторил кутузов. Князь Андрей заметил, что у кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это «поджидаю». «Не все колонны еще собрались, ваше величество!» Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему. Он пожал с утоловатыми плечами, взглянул на Новосильцева, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на кутузова. «Ведь мы не на Царицинском лугу, Михаил Варионович, где не начинают парада, пока не придут все полки», – сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его, если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит. Но император Франц продолжал оглядываться, не слушал. «Потому и не начинаю, государь», – сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. «Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицинском лугу», – выговорил он ясно и отчетливо. В цвите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшись друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он не стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить этак», – выразили эти лица. Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов, с своей стороны почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты. «Впрочем, если прикажете, ваше величество», – сказал Кутузов, поднимая голову, и снова изменяет он на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала. Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению. Войско опять зашевелилось, и два батальона Новгородского полка и батальон Абширонского полка тронулись вперед мимо государя. В то время, как проходил этот Абширонский батальон, румяный Милорадович без шинели, в мундире орденах и со шляпой с огромным султаном, надетой на бекрень из поля, марш-марш, выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. — С Богом, генерал! — сказал ему государь. — Ваше Величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, Ваше Величество! — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Абширонцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты. — Ребята! — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденной звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-обширонцев еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. — Ребята! Вам не первую деревню брать! — крикнул он. — Радвик старался! — прокричали солдаты. — Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. — Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле. Не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней. Государь с улыбкой обратился к одному из своих приближенных, указывая на молодцов-обширонцев. И что-то сказал ему.